Ну, во-первых, спасибо, Кирилл, за предоставленную возможность высказаться. Я хотел, прежде всего, зафиксировать тот факт, что наш форум, форум-выставка, пользуется все большей и большей популярностью. И не случайно сегодня с приветствиями, даже с развернутыми выступлениями обратились и главы Палат Федерального Собрания, и первый вице-премьер, и приветствие председателя правительства мы услышали. И это не только результат неких ладбитских усилий организаторов, это действительно признание того, что эта площадка действительно позволяет и подводить итоги, и намечать на будущее амбициозные задачи. Мне кажется, вот эта последняя строчка, амбициозные задачи, она очень важна, потому что, несмотря на то, что у нас хорошие результаты роста обрабатывающей промышленности и экономики в целом, мы понимаем, что вызовов достаточно много, и только амбиции предпринимателей промышленности, соединенные с профессионализмом и правильными, выверенными решениями по поддержке экономики и промышленности со стороны федеральных органов власти, законодатели могут помочь этим амбициям реализоваться. Высокая заинтересованность бизнеса в работе форума и многих параллельных мероприятий, а мы действительно третий год проводим в новом формате форум-выставку, 28 лет уже проводится форум российский промышленный, и, кстати сказать, хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить администрацию города Санкт-Петербург и Союз промышленных предпринимателей Санкт-Петербурга, они во истоков стояли, этого форума. Вот Анатолий Александрович Турчак, Михаил Алексеевич Лобин, можно сказать, среди отцов-основателей этого форума, в равной степени могу отнести эти слова, ну, не могу назвать отцом, Валентина Ивановна очень активно, Матвиенко, будучи губернатором Санкт-Петербурга, лично принимала участие в форуме и подтягивала городскую промышленность, представителей других регионов, и сейчас Александр Дмитриевич Беглов и Кирилл Валентинович тоже активно работают с нами по повестке, деловой программе, по организации. Я думаю, что это очень важно продолжать вот это взаимодействие. Ну и тот факт, что РСПП и Минпромторг подключились, три года назад, третий год подключаются к этой инициативе, дало, по-моему, дополнительный импульс к этому, к проведению этого мероприятия и привлекло больше заинтересованных участников. Нам удается здесь в ходе дискуссии не только обсуждать ключевые проблемы промышленной политики, а спектр достаточно широкий. Широкие мы видели на выставке, это и беспилотные технологии, в том числе основанные на квантовых системах, это и подготовка кадров, это развитие промышленным туризмом, и самое главное, что это поддержка высокотехнологичных производств, включая и высокотехнологичный экспорт. И, безусловно, во многом это результат вот этих продвижений, во многом результат закона о промышленной политике, который был принят 10 лет назад, и это не только вот сейчас мы действительно имеем возможность, так сказать, церемониальные поклоны отбить, что закон был принят, закон был хорошим и так далее. Но закон – это живой организм, нам удавалось инкорпорировать в этот закон многие инструменты, новые поддержки промышленности, которые сегодня упоминались, и хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Дениса Валентиновича, который как министр промышленности приложил и руку, и сердце, и голову, так сказать, к этому, к этой работе по закону, и Василия Сергеевича Осьмакова, у нас действительно последовательная система и выработки мер поддержки, реализация этих мер поддержки, безусловно, во многом и способствовала тем результатам, о которых мы говорим. Поэтому, безусловно, закон был своевременным, уже в пандемийные годы он показал свою эффективность, в санкционные годы, Вячеслав Викторович упомянул, 22 тысячи санкций. Ну, вот как раз во многом те меры промышленности, они системные, межсекторальные во много, они просто точная поддержка конкретных проектов и производств, вот это все позволило действительно двигаться достаточно динамично, начиная, ну, у нас тут совместная всегда позиция была, там, докапитализация фонда развития промышленности, например, или, так сказать, программы, такие как корпоративные программы поддержки конкурентоспособности, транспортно-логистические субсидии и так далее. Вот эти все инструменты, они были востребованы и, безусловно, тот факт, что они были востребованы и сработали, показывает, что они выбирались достаточно эффективно. Результаты, это, безусловно, кроме темпов, это улучшение структуры экономики, и действительно мы точно можем сказать, что за последние 10 лет мы ушли от некой традиционной схемы, есть экспортные доходы от сырьевого и неэнергетического экспорта, и поэтому, как бы, думать о технологических прорывах и развитии производства нам особо не надо, всегда есть источник, как бы, для закупок, импорта и так далее. И сейчас мы видим, что, смотря на статданные за последние 10 лет, что у нас действительно устойчивый рост высокотехнологичных секторов экономики и их доли ВВП, это действительно главный результат действия закона. Но, тем не менее, существующая, так сказать, ситуация не дает оснований для того, чтобы, так сказать, почивать на лаврах. О чем мы предлагаем подумать, и сегодня в ходе дискуссии, может быть, обсудить дополнительно, это сохранение и возобновление, может, на новой основе ряд подтвердивших свою эффективность антикризисных мер. А вы знаете, что многие антикризисные меры, они закончили, как бы, свой срок жизни, и от многих отказываемся мы, некоторые продлеваются, но, тем не менее, сейчас в условиях высоких ставок, высоких не только ставок, но и динамики негативных курсов рубля, мы, безусловно, должны посмотреть, как использовать те наработки, которые были сделаны в предшествующие, в том числе, кризисные годы, 22-й год или 20-й год и так далее, и не придумывая, может быть, не изобретая велосипеда, посмотреть, как эти наиболее востребованные меры можно было бы сейчас использовать, в части поддержки инвестиций, оборотного кредитования, мер по облегчению времени обслуживания старых кредитов и так далее. Я думаю, что вообще, наверное, было бы правильно и, может быть, инкорпорировать это в закон о промышленной политике некий механизм автоматического включения мер поддержки, которые при определенных обстоятельствах должны без особых дискуссий включаться. Ну, например, в 22-м году были вот эти предложены меры через законодательство, в том числе и постановление правительства, что расходы на обслуживание кредитов, привлеченных для реализации проектов, при поддержке государства, что, невзирая на рост расходов на процентные, на обслуживание процентов, нужно сохранять вот эту нагрузку для этого рода проектов. Это был 71-й закон 22-го года, постановление правительства соответствующее. Я бы предложил подумать об этом автоматизме. Безусловно, особую важность приобретает здесь мультисекторальные меры поддержки, которые в равной степени работают в разных отраслях, но ориентированы на производство высокотехнологичной продукции, на импортозамещение и так далее. Безусловно, важно здесь и поддержка экспортных инициатив. Мы понимаем, что эффективное импортозамещение и технологическое лидерство невозможно, если мы не докажем эти конкурентные свои преимущества на внешних рынках. Поэтому здесь очень важно, и это тоже компетенция Минформторга, во многом поддерживать тот же малый и средний бизнес в экспортных проектах и программах. Понятно, что здесь очень важно и кадровую тематику иметь в виду. Сегодня у нас будет в 5 часов пленарная сессия общероссийского форума национальной системы квалификации. Там эти темы более подробно будут обсуждаться. И, безусловно, очень важно здесь подумать, во-первых, посмотреть на ресурсы экстенсивного привлечения рабочей силы. Здесь мы ставим вопрос о снятии целого ряда ограничений на сверхурочные, на, если я грубо буду говорить языком Маркса Ленина, на возможности дополнительной эксплуатации, вернее даже на продажу труда теми, кто хочет продать этот труд не на приработках, работая курьером, доставщиком и так далее, репетитором, а на основном месте работы. Бессловно, важно здесь подумать, хотя это совсем уже не компетенция Минформторга, над возможностью привлечения мигрантов и заключения соглашения с визовыми странами, в том числе по привлечению рабочей силы. Та же Индия, например, могла бы быть таким ресурсом. Ну и, безусловно, самое главное здесь рост производительности, проект по производительности труда один из ключевых, безусловно, в равной степени автоматизации и роботизации. Я думаю, что здесь тоже есть над чем работать. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, учитывая требования нашего модератора, это создание условий для конкуренции. Здесь важна конкуренция между государственным сектором и частным сектором, между малым и средним бизнесом, с одной стороны, и крупными компаниями, но, с другой стороны, меры по защите внутреннего рынка, но такой защите, которая, не снижая конкуренции, все-таки стимулирует производство вместо импорта и не дает возможности демпинговать на внутреннем рынке, это тоже очень важное направление. И завершая, хотел бы сказать, что это только часть проблем, которые я хотел бы осветить, но в силу жестких требований по времени на этом ограничусь. Спасибо, коллеги.